Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В Гомеле двое нетрезвых мужчин добровольно испытывали на себе пневматическое оружие и оказались в больнице. Утром в одной из многоэтажек по улице Богдана Хмельницкого двое друзей распивали спиртные напитки. Хозяин квартиры похвалился недавно приобретенной им пневматической винтовкой, решил показать оружие в действии и предложил другу выстрелить ему в спину. Друг недолго думая отошел на несколько метров от собутыльника и нажал на спусковой крючок. Затем хозяин винтовки выстрелил в спину приятеля. В начале 11 утра мужчины уже находились в приемном покое Гомельской областной клинической больницы, так как пули застряли в теле и требовалось хирургическое вмешательство. Друзья не в обиде друг на друга, заявления в милицию писать не стали. Участковую винтовку изъял и направил в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области. В ходе проведения экспертизы была проведена экспериментальная стрельба, в результате которой было установлено, что дульная энергия представленной винтовки увеличилась в два раза. По результатам разборки винтовки установлено, что ее боевая пружина заменена на усиленную боевую пружину, что и привело к таким результатам. Винтовку отнесли к категории пневматического оружия для любительской стрельбы и спорта, так как энергия выстрела не достигла предельно допустимых значений. В Будокошелевском районе задержали мужчину, который проник в здание бывшей школы и похитил сварочный аппарат. По предварительной версии, 20 февраля неработающий 27-летний житель деревни Теклевка проник внутрь здания бывшей школы в соседней деревне Радеева. Постройкой пользуется местный фермер. Злоумышленник разбил стекло, проник внутрь помещения, откуда похитил 100 метров кабеля и сварочный аппарат. На следующий день хозяин имущества обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы. Нарушение правил эксплуатации печи и теплогенерирующих агрегатовый устройств – одна из наиболее частых причин возникновения пожаров за последние месяцы. Предположительно, из-за этого накануне загорелся частный дом в Гомеле по улице Сосновой. Сообщение о пожаре поступило около часа ночи. Спасатели ликвидировали его, однако огонь повредил кровлю, потолочное перекрытие и имущество. Обошлось без пострадавших. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.